здрасте приветствую вас вот нормальный человек надеюсь понятие нормального она относительно поэтому не знаю для кого-то да для кого-то нет ну значит если ты уже вот так вот нормально разговариваешь нормальный человек потому что здесь я вот сколько вот всех вижу все там но у его короче ладно извини за мат и откуда вообще а ты я оттуда от и откуда нет оттуда же откуда и ты практически ничего падать в квартире смотрел тебя не вижу получается не оттуда же получается из другой квартиры так видишь не ерунда дамы склонаты мы начали определили что мы вроде два нормальных собеседника я задаю простой вопрос ты откуда ты начинаешь клоуничать для чего но потому что я уже заебался здесь с украинцами общаться ты откуда причем тут украинцы тебе простой вопрос ты откуда я заебался с украинцами общаться откуда слышишь кстати ты видел новость там опять наш самолет сбили ты тоже из россии ну да 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 я просто зашел спросить как это возможно но что я могу сказать возможно я понимаю что возможно как нахуй объясни ну просто нам рассказывали за три дня тут блять наши сам ты знаешь этот самолет а 50 их блять 12 штук ставки сделали который смысле прям в кс который совсем наверху прям что совсем наверху не понял самолеты говоришь ну самолеты совсем наверху до поиска молот что какой самый 50 дальнего раздела конционного обнаружения но вот которые наверху наверху прям лить в кс это прям честно скажу тебе ну мне поймать наверху или на низу меня больше удивляет как ну блять извини меня чё я могу тебе сказать я не в генштабе не могу дать такие комментарии мое лично мнение давай да но из ты хочешь знать мое мнение знаешь я больше хочу знать ну вот давайте будем честны друг с другом вот я вначале думал сейчас реально там внутри дня ну что такое украина да а потом просто ну как бы завтра второй год уже идет я чуть не могу понять что происходит происходит война нет да я понял так ну я просто спустя время понял что у нас в один момент наебали нас это как говорится на снайбаль на не могу понять где а хули тут делаешь нам простым людям там вообще нихуя лести и мы не поймем не так листа нехуй но только понимаешь у меня ну я вот жене хочу телефон купить а он блять уже две зарплаты стоит ты праве фон что ли тогда блять какой айфон какой-то телефон блять этот обама нахуй пусть идет слышь какой айфон я не знаю xiaomi какой-то выбираю а ты шаришь нам и это шарю а какой обама ты не знаешь кто такой обам но ты говоришь обама идет на хуй но ты просил айфоны в америке делают и чего ну или далее смысле ну блять мы воюем с америкой да ты мне предлагаешь технику америке покупать ты серьезно сейчас с америкой ты никто я россия ты чего а ты что делаешь я вроде с тобой разговаривают ты запутался какой-то пиздец что что еще раз клоун говорю ты не понял что-то не оскорблять начал но я тебя не оскорблял просто я сказал что ты клоун где это оскорбление блять тогда ты клоун слышь ну да спасибо все менялись комплиментами получается получается так слушай агарова оставать будешь идти так голосовать планируешь говорю я в жизни никогда не голосовал еще для слышишь я тоже не голосовал но а за надеждина я вот пошел думаю ну какой-то новый чел что тот старый что этот старый почему бы не поменять что надеждина тогда в смысле кто я говорю что то старый что то я так как бы думать одно на другое попробовать не скажу голосу не голосуй но все будет одно так я скажу поменять старого хуесоса на другого старого хуесоса почему бы не попробовать не оскорбляй подожди он что-то хорошее для нас делал вот я говорю не могу жене телефон купить в чем прикол мне 31 31 вот мне 30 то что ты своей жене нахуй не можешь купить за сколько ты говоришь телефон но два месяца надо работать сколько стоимость телефона да я скажу я еще не определился это все будет от зарплаты зависит они от того какой телефон хочу а кто подожди и да по моему ты должен взять заработать это понятно так я зарабатываю но ты видел средние зарплаты подожди причем здесь посмотри открой хантер глянь какие средняя зарплата чем ты вещаешь мне нахуй хантер ебать я и так я из простых рабочих людей дружище из каких разных чем ты занимаешься я строить ну а я инженер смотри вот у меня ставка была 33000 в этом месяце на руки я получил 43 где-то и тем не да я не буду инженер конструктора на заводе но завод не скажу тебе серьезно что ли да 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 ну нахуй инженер конструктор 43 нет ставка 33 плюс премия десятка сверху ебануза подожди дну в район но область какая смотри я честно скажу я не распространяюсь я пусть откуда ты я тут путина пусть просто назвал вдруг ты меня сдашь я не буду говорить мне похуй дружище ну и не похуй тогда можем идти дальше я тебе сказал с чем ты споришь область какая я ну мы же с тобой на русском языке разговариваем подожди или ты себя дурочка строишь я тебе сказал не скажу ты дум что ты не понимаешь давай тогда это вот без этих вот дурочка если бы я себя дурочка строил с собой не разговаривал уже так ведь ну так ведь я простой разнорабочий на данный момент в крыму зарабатываю две с половиной за смену чего а за смену я думал ты месяц имеешь две с половиной а сейчас охуел немножко ну видишь что такая хуйня я инженер с образованием с опытом получаю ну 40 лет потом они удивляются почему люди убегают и уходят нахуй и зарабатывают где-то там я уже ничего не могу сказать ебать слушая кстати как тебе крым в целом нравится конечно а ты туда приехал ну на постоянку или поработаешь потом куда-то 5 нет здесь я на постоянке а много знакомых крым с тобой приехал достаточно а со мной да 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 и один а ты один я понял понял подожди я тебе сказал что вот такие хуёвые зарплаты говорю они в течение вот ну всей моей жизни только понижаются понять что из курс растет я как сосал хуй так и сосу а ты говоришь путин не виноват а кто у нас блять уже ну сначала двухтысячных сидит может может я чего-то не знаю может у нас тобой разные президенты какие-то просить чтобы она нагнулась нахуй что что еще раз наибулину говорю на бибулину как и подожди причем на бибулина если ее путин поставил ну типа бояре плохие царь хороший или что базара нет ладно хорошо но еще от твои предложения какие нет так я заговорю предложение простой одного хуй создана другой ну я понял что уже нас прокидали на этом вопросе но рискнуть стоило по имени как тебе числа вячеслав слова да 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 но славян вот прикинь ты же сам себе сейчас ответил одного на другого ебать ты уверен что будет кто-то лучше не так подожди что значит лучше у нас по факту только хуже становится ну если мы даже просто остановимся и у нас курс не будет расти чтоб я через три года смог же не покупать телефон не за три зарплата за те же две это уже успех будет мы ничего с этим не сделаю понимаешь не ну хоть я сгорю смотри я попытался я ходил за этого хуй соса надежде на ебаную подпись ставил я в очереди 4 ебаных часа простоял и по итогу ну нам опять пососать всем далее но тебя это не смущает я заебался уже но всегда так и будет я понимаю что мы в эту сторону движемся горы меня заебала ты ведь что можешь сказать ничего ты не с этим не сделаешь я тебе умоляю но всегда так и будет все ты не понимаешь какой вы пизде ну просто это грустно понимать что ты же понимаешь а ты кстати в чем деньги хранишь подожди помолчи пожалуйста славян да да без страха как тебя зовут подожди где-то за навальна за хуй не подожди навальный нахуй идет какой навальный ты чего до базара нет это я поддержал тебя приемы ничего не сделаем натуре вот и славка а я просто илюшка команда я тебе ну отвечаю а как отчеты можешь сделать вот конкретно ты чё толпу собрать которая получит пизды и штрафу получит или стоишь вот эти хуй соса с фонариками ходили помнишь клоуны это чё такое а ты не в курсе навальный то вот это дал бы обговорил типа давайте гулять выйдем с фонариками по светим у нас такого не было на ну но у нас тут была такая хуйня я просто ходил гибать выдал боем и конечно не так давай вернемся я попросите задал горит и деньги в чем хранится и откуда я с тебя говорил ну я не скажу здесь я сказал не скажу мне подожди ты сказал что ты в крым приехал ну охуеть я и западной сибири сам вообще не я я поближе к украине давай так я поэтому тебя про украину сразу спасибо потому что у нас тут иногда прилеты бывают я это ебал конечно берц как ой чё блять какой берц да там и еще курск еще есть и горы можешь ответить деньги в чем хранишь может посоветуешь выборы пройдут эти ебаные опять рубль как улетит и я не знаю мне нужно что-то с этим думать но кошельке свои деньги храню но в рублях или или в заморске если ты насчет этого хочешь поинтересоваться то храни лучше в золоте или в нефти блять не узнаешь по нефти я поставлю что с не делать биткоины если у тебя такие бабки позволяют опять на выборы не пойдешь нет а для чего блять чувак я не знаю что тебе сказать для чего я просто уже заебался я вроде бы еще хочу понимаешь типа старому хуйсоту поймать он может еще нас тобой переживет а мне бы как-то еще пожить немножко ну и чё толку смысл давай поживем там я не знаю но ты хотя бы в крыму я блять никогда море не видел я первый раз за 29 лет увидел сейчас мне 30 понимаю понимаю может и я когда-нибудь посмотрю да само собой но в руках просто себя держи и все они вот это вот думали о политике она нахуй не нужно никому понимаешь и тебе она смотрю я 25 лет не думал о политике ну а теперь я сижу у меня тут но не раз в неделю конечно ну раз в месяц что-то над головой взрывается ну как-то блять хуй его знают не думаешь не думаешь а потом у нас сосед было теперь его нету хорошо вот да но нихуя хорошего что-то пуни ты сказал не понял для какого хуя вот для чего вот чё ты сделал сейчас за политику задумался но и какой смысл скажи чувак я не знаю как у тебя в крыму конечно гору у меня был сосед теперь его нет ну о чем не задуматься здесь я в крыму просто тупо гость почти уже два года блин ну два года мое почтение ну а я сибирь все мне это ты в каком городе то что же прилеты были какие-то снялась конечно ну так слышишь нихуя себе и ты такой типа блять прилетает эпоху серьезно да ну ты конечно и бессмертный может может я не в курсе просто о осколке конечно получал но стекло разумеется слава богу на удовольствие то есть смотри когда я тебе сказал что у меня был сосед а потом не стало ты такой типа нахуй блять об этой политике а тут блять ну ты сам получал осколки и ну все равно как бы подумать на уран еще вот когда умру когда умрем тогда приходите правильно я не знаю про что ты сейчас говоришь смысле и в прямом ебать ты начал тут про соседа давай я про своих соседей будут не так поймать на твоих соседей они как сидели в сибири ну в сибирь прилетов нет учился берись куда куда они денутся кто-то прилет и ебать до сибири не долетят если не дай бог долетят тогда уже блять извини меня другое дело будет да ну давай будем честны смотри в москву прилетали питер в этот ёбаный прилетали вот эти мажоры охудевшие сидят там ну и что ну прилетали ну и где именно ну чего блять в кремль нахуй прям вышку в ёбаную в эту ты не видел ай господи каких-то 2 беспонтовых этих бесплодничка не ну знаешь я немножко в историю шарю хочешь тебе по секрету скажу вот ну москву бомбили гитлер и зеленский блять просто вдумайся ну гитлер еще хуй с ним до нацисты блять третий рэх этот ёбаный а тут просто клоун из украины блять москву бомбит ты просто но мог бы в это поверить ну а теперь мы живем подожди что это правильно блять сравниваешь конечно охуенно и грамотно блять рассуждаешь то есть и не за тех и не за тех так и да я тебе еще раз говорю я хочу телефон жене купить блять просто мне поймать кто будет я хочу через три года чтобы телефон стоил те же две зарплаты они три кто там будет стоять какие хуй сос и мне так поебать если не представляешь я бы хотел выжить и блять жену порадовать ну ты не в курсе у тебя есть девушка нет там 8 марта близится у меня есть двое детей нет но дети зато здорово ну ты же детям на 8 марта ничего дарить не будешь а мне блять подарок надо выбрать и понимать этот каждый ёбаный год нахуй вроде бы это а телефон один и тот же а сука блять ну дорожает все кроме моей жизни ёбаный я как ходил на завод блять получал свой 40 я так и со сухую с ним а как бы блять доллар растет а быстро сюда доллар берем это тем работаешь но я по ним я сговорил инженером как инженер-конструктор о блять ну да еще сороке да ну нахуй но блин до оклад 33 плюс премия было ебать ну вот тебе ебать так подожди ты говоришь как будто ну я тебе что-то новое сказал ты не в курсе зарплат ты точно проси подожди пять дней в неделю ебашишь или за на 5 не не пять дней с 8 до 5 я тебе сказал я тебе не буду говорить чем я занимаюсь ну тебе недостаточно информации которая сказала инженером на заводе работаю обозначился как-то блять конвейер идет у вас ты имеешь ввиду производства конечно не продукцию отгружаем регулярно с этим вопросом не но ты так понимаю на чем-то машинам там это детали хуели блять у меня нет у меня сейчас я конечно строитель образование есть нет у тебя образование хули мне толку с этого образования это ты вот молодец отучился дальше и работаешь не так подожди что молодец то по факту и научился учился чтоб хуй сосать интересная ситуация скажу тебе серьезно но получается так а как еще ебать так я тебе в этом и говорю ну сидят эти ублюдки в кремле блять им поебать на нас с тобой само собой а ты к этому пришел так я же тебе говорю ну как сосед не стала для как бы странно это не звучало ну когда статья до не стала я как-то блять задумался ты думаешь я свои 30 лет не понимаю блять и как и чё думаешь я не понимаю когда меня блять штрафуют нахуй за синьку вот эти 500 рублей выписывают ебучих кому эти бабки ебучие отдаю карман хуй сосом этим вот именно ебать думаешь я такой дебил то вроде бы знаешь но никто из нас не дебил а все вместе мы дебилы и это очень странная ситуация эти еще раз говорю славян мы никуда от этого не денемся и ничего мы не сделаем ли я понял тебя ну ладно слышишь буду бежать уже есть ко мне какие-то вопросы может да я тебя умоляю понял ну там будут прилеты какие-то ты рядом с окнами не стоит слышь да 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 я говорю 20 минут пообщались не хуяся но было приятно я хоть знакомство блять но слушай а вот такой я знаю что ты съебался в крыму а в целом но съебаться куда-то дальше ты не планировал не думал об этом куда в турцию доху его знает куда я просто пытался блять меня везде нахуй посылают говорят что визы не дают в китай ехать ну блять там язык ты слышал его корея не пробовалась подожди какая нахуй разница там ты языки видел какие блять берешь оформляет рабочую визу и все и не верну блять надо работодателя найти на небе звезды к берут по хую вообще подожди в северную сказал куда нахуй в южную что ли блять они же враги блять а ты уверен что северная карета хороший выбор но уверен да ну ладно не знал я почитаю обязательно еще блять вариант конечно в израиль но я тебе не советую а что не третал но с учетом последних вот этих блять хуис сосов ских движениями имеется ввиду что вот эти долбоебы в тесне хуни устроили в какой чечне блять ну когда эти евреи летели а там блять их в этих в двигателях искали ты об этом я про хэсбалу говорю вообще вот это ты чё не в курсе что совсем блять я перепутал ну ладно не парься короче смотри на самом деле я в израиль не хочу я тебе вообще про другое я хуй знает что будет после этих ёбаных выборов сейчас ёбанут какую-то мобилизацию блять и что делать надо как-то думать на самом деле я вот рассматриваю варяжи но везде посылают мобилизации что ли что что ты слышь мобилизации блять я тебе говорил я не бессмертный он у меня сосед оказался не бессмертный я тоже не хочу за ним срочку служил я нет я нет у меня так прокатило что я на предприятии сразу после универа пошел и вот не бойся никто тебя не призовет начитаешься новостей я как бы конечно вот этой пятой колонии ёбаная не сильно верю но когда по фамиль на 43000 опубликовали я конечно охуел дружище и тебе еще раз говорю если ты ни разу не служил ты даже успокойся не переживай 2 мобилизация будет тебя не призовут ну смотри меня уже столько раз наебали как бы и сидеть верить что вот тысячу раз наебали от еще первый раз не наебут ну такая себе схема честно эти еще раз говорю а ты в этой теме что-то знаешь у тебя знакомый там есть куда-то я знаю что что еще раз ты работаешь у депутата помощник депутата подожди тыс настройки работал какой помощник извини меня за помощника депутата мне никто не платит это получается как я волонтер волонтер помощник депутата такого не слышал честно ну ладно и что говорят у людей поинтересуйся будешь знать так я у тебя интересуюсь где еще таких найду тяжело конечно но возможно то есть ты не веришь мобилизацию или думаешь что меня пронесет я тебе серьезно говорю не будет а ты служил кстати я тебе отвечаю не будет ну мобилизация возможно будет но ты туда не попадешь никак знаешь путин когда стоял выступал в марте где не помню когда тоже перед праздниками горел типа от мобилизации точно не будет проходит полгода и говорит мобилизации ахуя кто первые пошли контрактники контрактники северный кавказ кавказ все пожалуйста я тебе не о том вообще говорю я просто про пиздеж который нам в уши льют но он говорил что ничего не будет да еще они мне много говорят так и я тебе о том же нас на ебали тысячу раз и ты мне хочешь сказать что тысячу 1 не на ебут но я в это не верю уже мне хватило во второй мобилизации ты точно не попадешь не переживай когда будет всеобщая мобилизация тогда да да ну нахуй слышишь какая всеобщая ты чем лет и не вменяемый какой-то видишь да это ты смотри я тебе смотри я не знаю как ты к этому всему относишься я не знаю что там тебе осколки может у тебя там волосинка за голову упала но у меня соседа не стала ты бы видел но там не то чтобы не стало там просто ну по дому нахуй раз пидора раскидала его всего поэтому ну я осуждаю это все и я не знаю короче я тебе еще раз говорю не сырье все никто никуда не пойдет понял понял ну поверью на основа так сказать да это по факту будет понял понял ладно будем прощаться тогда давай всего доброго давай ну смотри если меня мобилизует я тебя найду тогда вместе встретимся и я множе мой наверное это как так сказать но нет но нет нет нет